Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Хэллоуин Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно все равно неизбежно. Проклятие Аннабель 3 Преисполнившись решимостью удержать Аннабель от дальнейших разрушений хаоса, диванологи Эд и Лорен Вороны приносят одержанную куклу в запертую комнату артефакта в своем доме, поместив ее под надежное освещенное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты, и их новой мишенью становится 10-летняя дочь Воронов Джуди и ее друзья. Винчестер Дом, который построили призраки Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании, живет в грандиозном здании, архитектура которого не поддается логике, а коридоры подобны лабиринтам. По распоряжению безутешной вдовы, особняк постоянно перестраивается, и бесконечно воздвигаются новые стены, но строит она не для себя, не для своей племянницы, или талантливого доктора Эрика Прайса, который приехал в особняк по ее приглашению. Сара строит ловушку для сотен мстительных призраков, и самые страшные из них хотят расправиться с кланом Винчестеров. Астрал 4. Последний ключ Элис Райнер С ранних лет умеет налаживать контакт с обитателем подстороннего мира. У нее было тяжелое детство, ведь суровый отец не верил в ее способности, избивал и закрывал в подвале дома, где однажды она заговорила со странным духом. Девочка поддалась уговорам и выпустила его на свободу. Спустя много лет она пытается помогать людям, но ей трудно добиться доверия. Однажды она получает звонок с просьбой о помощи. Звонит мужчина, которого одолевают призраки, в собственном доме. Она хочет немедленно ехать на помощь и узнает, что позвонивший живет в ее старом доме. Элис собирается с силами, чтобы побороть страхи и переступить порог особняка, где с ней произошли ужасные события. Что случилось с Элис Райнер в глубоком детстве и что ждет ее сейчас? Дальше по Кэдору. Трудный подросток Кит Горди никак не может смириться со смертью отца, которая произошла несколько лет назад. Девушка мутует и своим поведением добивается того, что ее отправляют в школу-интернат Блэкут. Кроме нее туда прибывают еще четыре проблемные ученицы, в каждой из которых директриса Мадам Дюре намерена увидеть скрытый талант и вытащить его наружу. Девушки вскоре и впряме обнаруживают недюжие способности в разных областях науки и искусства, но Кит чувствует, что что-то тут не так. Психиатрическая больница Конжам. После группового самоубийства 42 пациентов и исчезновения главврача, психиатрическую больницу Конжам закрыли. С тех пор это место притягивает любителей пощекотать нервы, и о нем ходят легенды. Якобы здание населено призраками, и никому не удалось открыть дверь в зловещую комнату 402. Видеоблогер, ведущий шоу ужасов на YouTube, набирает команду отчаянных исследователей, чтобы именно 26 октября устроить прямой эфир из больницы, набрать миллион просмотров, добраться до комнаты 402 и открыть ее любой ценой. Страна призраков Бет возвращается в родные места, где много лет назад с ее семьей произошла страшная трагедия. В старом особняке ее ждут мать и сестра, помешанная на призраках, чья одержима злыми духами ничто иное, как отголосок ужасного инцидента, превратившего жизнь в параноидальный кошмар. В доме начинают происходить странные события, объяснить которые Бет не в силах. Асрал Джош и Рене переезжают со своими детьми в новый дом, но не успевают толком распаковать вещи, как начинаются странные события. Необъяснимо перемещаются предметы, в детской звучат странные звуки. Но в настоящий ужас приходят родители, когда их 10-летний сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику безуспешны. Несколько месяцев спустя его возвращают домой, где за несчастным ребенком ухаживает мать и сиделка. Но загадочные явления в доме продолжаются. Отчаявшиеся родители готовы обратиться за помощью к кому угодно, и вскоре выясняется, что Далтон в бессознательном состоянии, связан с паранормальным миром. 1408 Известный писатель Майк Энслин, сочинающий свои романы в жанре ужасы, пишет очередную книгу о необычных явлениях и полтергейсте в отелях. Не верящий в существование загробной жизни, Энсли решает поселиться в печально известном номере 1408, гостинице «Дельфин», который пустует многие годы. По слухам, там витают привидения. Невзирая на предупреждение старшего менеджера, мистера Джеральда Олина, о грозящей опасности, упрямость настаивает на своем, даже не предполагая, каким кошмаром обернется предстоящая ночь. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!